Привет, прекрасные! Рады вас всех видеть в новом видео. Макияж до 1000 рублей, и сегодня у нас улыбка радуги. Все продукты куплены за 964 рубля, это с учетом скидки. Если бы скидки, то мне хватило бы на карандаш от Evelyn, он уже был в других видосах. Я решила взять что-то новое и воспользовалась своей скидкой по карте. Первое, что я взяла, наш любимый Evelyn бренд, который может вообще супербюджет сделать невероятно красивым. 259 рублей. Это, конечно... Перед покупкой обязательно проверила наличие здесь вот этой вот защитной пленочки. Вместе с вами ее отклеиваю. Так, смотрите, продукта немного. Большая упаковка. И он, в принципе, такой же пустой, как и прошлый. Объем 30 мл. В этот раз решила просто попробовать сатинмат, называется. То есть он матовый и сатиновый. Решила уплотнить, чтобы перекрыть все. У него получается среднее покрытие. Очень красивый финиш. В поры не провалился. Матовый и бархатистые ощущения на коже. Мне очень нравится. Единственное, вот, возможно, телефон не передает. Он немножко окислился. Я еще в магазине заметила, что он окисляется. Но взяла посветлее. И тем не менее он... Хотя на самом деле нормальный. В принципе, я так люблю потемнее. Поэтому как раз-таки его степень окисления мне подходит идеально. И следующий продукт. Это Страдет. За 213 рублей. Вот такие тенюшки. Очень красивого оттенка. Там были наборы, которые я могла в целом уложить и позволить себе. Но у меня бы получилось три продукта, а не четыре. Здесь я решила шикануть. Из-за вас их четыре продукта. Это тени. Но не очень красиво, талпового оттенка. Их текстур. Есть ли разница, тени это или скульптор. Но в моем случае вполне себе нормально наносится. Красивого, холодного оттенка. Вот кто любит оттенок натуральной, благородной тени, то вполне себе. У меня оттенок 208. Тени достаточно в большой упаковочке находятся. Их удобно набирать, чтобы наносить как скульптор. Переходим к карандашу для бровей за 231 рубль. Продуктов для бровей ранее у нас не наблюдалось. Тем не менее, я подумала, что я смогу нарисовать и стрелки, и губы, если захочу. Вот, в общем, карандаш для бровей, который, посмотрите, немножко превратился в белый. Точно жесткий, но оттенок даже очень ничего. Первый раз в истории макияжа до 1000 у нас будут брови нарисованы продуктом для бровей, а не тенями, как это обычно случается. Давайте этим же карандашом, раз у нас максимально универсальные продукты, попробуем нарисовать. Наверное, будем рисовать стрелку. Очень тяжело что-то растушеванное сделать, потому что этот карандаш тверденький, для бровей отличный, но для глаз уже не очень приятно. Не хочет. Не могу отнести этот продукт к универсальному, потому что сейчас у меня век только будет все поцарапано и раздражено. Пойдем другим путем и дорисуем глаза тенями. Листочку от Геборга. Без скидки у меня хватало только на карандаш от Эвелин, который 140 с чем-то рублей стоит, но их у меня уже несколько, мне хотелось чего-то нового, и я воспользовалась скидкой и смогла позволить себе. Люкс Визаж Мат Тату для губ. Это матовая жидкая помада за 261 рубль. Я люблю бюджетные красные матовые помады, потому что... Какой яркий цвет. Видите, здесь он отдает немножко фиолетовый, это значит, что у него холодный подтон. Удобный аппликатор. Матка очень комфортно наносится, пигментированная в один слой. Я чувствую, как она схватывает мою губу. Возможно, я нанесла слишком много продукта, поэтому это происходит. Пошла переодеваться. Такой драматичный образ у меня получился. Я решила, что красные губы и относительно нюдовое лицо. Это все-таки про Париж, и добавила немножко яркого элемента парижского. Начну я с тональной основы. 200 плюс-минус 50 рублей. Очень красивая бархатистая кожа, красивый оттенок. Если вам нужен тон для фотосессии, например, вы пользуетесь бибишкой, и такой вам нужен срочно, что-то бюджетно, вот тут для финансов, то да, им можно накраситься. Единственное, что я, конечно, такие бюджетные продукты боюсь на долгосрок, потому что может испортиться кожа, могут пойти последствия. Знаете, бывают накопительные эффекты от не совсем качественных элементов в составе. Следующий пункт, которому я говорю точно, да, это тени за 213 рублей. От Estrada красивый оттенок, видите, для любителей холодного, для любителей красиво прорисовать складочку века. Такой средний, правильный, этаповый оттенок. В принципе, в любом бренде его, мне кажется, уже можно найти. В прошлый раз у нас это был другой бренд, забыла название, тоже очень похожий. В общем, тени Estrada Man Love. Карандаш для бровей очень крут, как карандаш для бровей. Но на глаза и на губы я, конечно же, не рекомендую. На прорисовку волосковой даже техники он классно подойдет, потому что он такой жестенький, но не гиперсухой. Он именно на брови не прям царапает. А на глазах очень тонкая нежная кожа, было уже неприятно. Поэтому для бровок берем, для всего остального используем тени. Ну и помада. Я пока переодевалась, она подсохла, ощущается очень комфортно. Тоненький такой слой, знаете, не лежит маской. Стянутость, вот это ощущение, оно прошло. Причем оно было только на нижней губе, и цвет очень красивый. Посмотрите, как ярко и сочно. Он такой открытый, красный, без ухода в какое-то бордо. Мне очень нравится. Красиво белять зубы, потому что у него холодный потон. Он растягивается в синий цвет. Короче, сегодня всем продуктикам ставлю хорошую оценку. Надеюсь, что вам нравится. Делитесь с друзьями. Рассказывайте о моем канале-блоге где-нибудь у себя. Мне будет очень приятно. И до новых встреч. Пока. Люблю, обожаю.